Друзья, я Александр Кушнер. Итак, накануне американские истребители уничтожили странный шар из Китая, который появился на территории Соединенных Штатов. Пентагон дождался, когда этот предполагаемый шар-шпион доберется до границы Соединенных Штатов и окажется надводным пространством, но и после этого таки было решено уничтожить его. Точнее говоря, не уничтожить, а просто запустить ракету таким образом, чтобы самая главная часть у этого шара, то есть вот та самая сокровенная аппаратура, упала прямиком в воды Атлантического океана. Ну и теперь, конечно, самое интересное нас ждет впереди. Что же это за оборудование, которое, безусловно, ФБР, ЦРУ и неизвестно, какие еще там американские спецслужбы, конечно же, это будут и ВМС, выловят в водах. Потому что вот в этом оборудовании как раз и будет, на самом деле, отгадка по поводу того, а чем все-таки является этот шар. Дело в том, что Китай, как известно, отрицает, что этот шар является разведывателем, что он занимается выполнением каких-то военных задач. Естественно, китайское правительство это все отрицает. Ну а что же еще оно может делать? Оно настаивает, что этот шар якобы является инструментом, ну скажем так, метеорологического характера. Мол, погоду пришел проверить и посмотреть, и потом, благодаря вот этому шару, мол, китайские метеорологи могут сказать, откуда идет циклон или антициклон, и какая будет температура завтра в Пекине или, может быть, в Соединенных Штатах. Уж непонятно. Китайское правительство утверждает, что, мол, шар просто сбился с курса, а так-то вообще-то это абсолютно безобидная аппаратура от китайских метеорологов. Ну действительно, что-то такого-то, подумаешь, ну, занесло ветром на американскую территорию. Вот только проблема заключается в том, что одновременно другой такой же китайский шар был замечен над Латинской Америкой. И, по всей видимости, он все еще там блуждает где-то. Более того, несколько лет назад в каденцию Трампа, когда он был президентом США, подобных случаев было три. То есть, как минимум три раза американские военные замечали вот ровно такие вот шары из Китая над своей территорией. Но тогда не было принято никаких решений по поводу того, что же делать все-таки с этими шарами. А вот на этот раз это стал предметом острой дискуссии. И, на самом деле, даже развертывание напряженности между Соединенными Штатами и Китаем. Напряженность эта проявилась уже в том, что госсекретарь США Интони Блинкен, который должен был бы лететь в Китай, впервые, кстати говоря, с момента своего назначения на свою должность, встретиться там со своим коллегой, китайским главой МИД Ван И. Но теперь уже, похоже, это не состоится уж точно не сегодня, не завтра и не через месяц. Блинкен решил взять паузу, потому что сейчас в Америке, естественно, звучат обвинения в адрес Пекина, мол, что-то такое ваше разведывательное беспилотное судно в виде дирижабли разгуливает у нас в воздушном пространстве. Но еще раз говорю, мы все поймем, что это за шар через, возможно, несколько месяцев, и то, если нам об этом сообщат СМИ. На самом деле у Китая аргументация, скажем так, не очень сильная, то есть ее достаточно легко разбить. Вот Китай говорит, что, мол, шар этот чисто для метеорологических измерений. Ну хорошо, а вообще много ли вы знаете таких стран, у которых вот так вот шары, которые занимаются метеорологическими измерениями, летают по разным континентам и их случайно заносят. Дело в том, что шары, на самом деле, уже давно не используются, по крайней мере, крупными державами для вот подобных задач. Дело в том, что у крупных держав, ну вот у Соединенных Штатов и у Китая, есть специальные спутники, которые занимаются метеорологическими измерениями. И уж они-то, на самом деле, куда более эффективны при решении таких задач. Шары, возможно, помогали эти задачи решать раньше, когда спутников либо не было у стран, либо их было мало для того, чтобы возлагать на них вот такие вот задачи, по крайней мере, основной корпус задач. То есть в данном случае наличие шаров, как метеорологических измерителей, это инструмент излишний по своему характеру с учетом того, какое большое количество спутников есть у Китая. Да и не только у Китая, ведь понятное дело, что в принципе любая страна может спокойно арендовать, допустим, те или иные спутники у тех же Соединенных Штатов. Но еще раз, у Китая и свои есть, поэтому слабый аргумент, согласитесь. Потом они говорят, что случайно занесло ветром. Ну, понимаете, если бы это было один раз за, скажем, последние десятилетия, то еще можно было бы это поверить. Но когда у вас шары периодически гуляют в воздушном пространстве Соединенных Штатов, только за последние несколько лет появлялись там несколько раз, вот прямо сейчас оказались еще и над Южной Америкой, то как-то уже не особо верится вот в эту случайность. Ну, что-то странно, как-то слишком часто эти ветра заносят эти шары не туда. Ну и самое главное, как-то так вот получилось, что почему-то ветер занес этот самый китайский шар именно вот в то пространство, с которого как раз очень удобно, например, снимать некоторые стратегические американские объекты. А именно, насколько я понимаю, базу стратегических ядерных сил Соединенных Штатов. Ну, вот случайно так получилось. То есть, на самом деле, вот с точки зрения теории вероятности, вероятность того, что случайным образом ветер занесет вот этот китайский шар именно вот в эту точку, и именно в условиях напряженности между Соединенными Штатами и Китаем, ну, он просто исчезающий мал. Я, конечно, не делал никаких расчетов в процентном отношении, но это и так понятно. Дело в том, что этот шар был один. То есть, если бы Китай запустил, например, тысячу шаров, и один из них залетел бы вот именно вот в это пространство, да, над вот этой базой появился, а 999 других шаров оказались бы в совершенно других местах, над другими странами, то я бы это еще понял. Но тот шар появился именно над территорией США. То есть, именно над территорией той страны, с которой Китай, ну, что уж там говорить, он враждует, да, пусть это будет и холодная война, но, тем не менее, это война, что уж там говорить. И американские спецслужбы говорят, что вполне возможно китайский руководитель Сей Цзиньпинни, по сути, дал приказ своим спецслужбам и армии быть готовыми захватить остров Тайвань, демократическую китайскую республику, для того, чтобы, соответственно, прекратить существование той страны, настоящего Китая, независимого, демократического, которая показывает, что китайцы могут жить не только под авторитарной пятой, но что китайцы могут построить совершенно нормальное европейское демократическое общество, в котором, между прочим, зарплаты будут повыше, чем в Соединенных Штатах. Короче говоря, понятно, что все это так вот как-то совпало, что мы не верим Китаю. Китаю, который привык врать, который, кстати говоря, с самого начала отнекивался, что это вообще его шар, а потом вдруг, когда стало ясно, что это его шар, начал утверждать, что, мол, этот шар для метеорологических измерений, да, Китай, который на самом деле и раньше всегда врал, Китай, который откровенно нарушает международное право, уже довольно давно, мы сейчас даже не говорим про китайскую диктатуру, то, что там диктатура, это понятно, но мы знаем про то же Южно-Китайское море, где Китай самоволен нарушением вообще всех международных правил, размещает свои искусственные острова, таким образом, чтобы, в сущности, захватить международные воды и контролировать их, контролировать в частности вот те торговые морские маршруты, через которые проходят до 5 триллионов долларов товара в год. Естественно, это угроза и для соседей, это угроза все не только для Тайваня, то есть это на самом деле претензия даже не на региональную, а по сути на международную гегемонию, потому что если Китай будет контролировать соответствующие морские участки, то он будет контролировать, может быть, до половины всех международных торговых потоков. Собственно, с этой целью американцы все эти годы отправляют как раз вот в этот район на демонстрацию свободы мореходства свои корабли, ну а заодно различные американские бомбардировщики и прочие военные самолеты. Вот такая история. В общем, как считают специалисты, на самом деле, если этот воздушный шар действительно окажется китайским шпионом, то Китай здесь скорее потерял, а вот американцы, наоборот, приобрели, потому что сейчас американцы могут получить возможность узнать о китайских технологиях сбора разведывательной информации. Ну и, так сказать, в качестве вишенки на торте нужно заметить, а как именно был сбит вот этот шар. Дело в том, что очень много было фейковой информации перед тем, как американцы собирались сбить этот шар, что сбить, мол, его очень трудно или практически невозможно. Байден требовал сбить этот шар, но Пентагон говорит, давайте выждем. Пентагон ссылался на то, что этот шар, в случае, если его сбить, может просто-напросто упасть на головы мирных граждан, и они могут пострадать. Ну, на самом деле, давайте будем говорить честно, тут мотивация далеко не только такая, то есть мотивация заключалась как раз в том, чтобы дождаться, когда этот шар выйдет вот на такое пространство, где он мог бы быть безопасно приводнен, для того, чтобы можно было спасти вот это оборудование. Потому что, если оборудование рухнет с такой высоты на землю, то практически нет никаких шансов получить его в более-менее целом состоянии. А вот в воде его получить в целом гораздо больше шансов. Ну и теперь давайте посмотрим то видео, которое было опубликовано американцами, как именно сбили этот шар. Итак, передовой самолет пятого поколения, лучший в мире истребитель-перехватчик F-22, поднялся на высоту 17 километров над землей, запустил специальную ракету класса воздух-воздух по вот этому шару, и она взорвалась ровно таким образом, чтобы с одной стороны подорвать, собственно, само полотно этого шара, а с другой стороны, чтобы не повредить вот это оборудование. Ну и теперь остается, соответственно, только надеяться на то, что это оборудование действительно не пострадало, и благополучно приводнилось, и затем было выловлено теми службами Америки, которые, собственно говоря, и должны этим заниматься. Ну и это уже не говоря о том, как китайское правительство, наконец, среагировало на сбитие его воздушного шара. Вы не поверите, но китайское правительство заявило протест и пригрозило, что ему будет защищать собственность тех компаний, которые владеют соответствующим оборудованием, которое было уничтожено в США. То есть, казалось бы, если вы цивилизованное правительство, вы должны просто принести извинения за то, что ваш шар, даже не важно, он разведывательный или он метеорологический, каким-то образом закрался в чужое воздушное пространство, именно хотя бы уже для того, чтобы как-то немножечко снизить дипломатическую напряженность, для того, чтобы развеять, в конце концов, какие-либо подозрения, ну и, так сказать, в качестве жеста доброй воли, с точки зрения того, что да, пожалуйста, смотрите это оборудование, и просим нас простить за то, что мы подвергли угрозе ваших мирных жителей, потому что, мало ли, а если бы рухнул бы на головы кому-нибудь из американских граждан, а если бы при сбитии произошел бы какой-нибудь, опять же, инцидент с ущербом для американской собственности или для собственности американских граждан, вот этого всего Китай не сказал. Нет, Китай говорит, что он, мол, крайне и крайне возмущен. То есть, простите, но чем же он возмущен? Тем, что американское правительство имело полное право сбить неизвестный летательный аппарат в своем пространстве. Короче говоря, Китай есть Китай. Коммунистическая партия поступила так, как и поступают всегда любые авторитарные диктатуры. Когда их ловят за руку, они начинают верещать и грозить ответом. И при этом ответа, конечно, никакого не будет. В общем, это еще один эпизод, показывающий, на самом деле, с одной стороны, что Китай, безусловно, это ни в коем случае не партнер евроатлантической цивилизации. Это оппонент. И тут вопрос только в той степени его оппонирования. С одной стороны, Китай постоянно говорит, что он, мол, не помогает России. Ну, с другой стороны, вот, например, газета Wall Street Journal в своем очередном материале показала, что, оказывается, из Китая за последний год шло немало технологий для поддержания военных машин России. Независимые российские медиа обнаружили схемы поставок подсанкционного оборудования из Китая в Россию. Ну и так далее. Множится подобное расследование. Расследование того, как на самом деле китайские частные и государственные компании поддерживают военную машину Путина. Да, это не масштабная поддержка. Это не поставка каких-то серьезных вооружений. Но, так или иначе, это все-таки поставки на миллионы, на десятки миллионов долларов. Именно тех ключевых компонентов, без которых российская военная машина просто-напросто довольно быстро сдуется. То есть, это установка аппарата искусственного дыхания. И, таким образом, я думаю, что в ближайшие недели и месяцы Соединенные Штаты будут наращивать давление на Китай и другие страны, кстати говоря, в том числе и Турцию, которые не хотят соблюдать санкции, введенные Западом против России, которые не хотят контролировать соблюдение этих санкций, которые фактически поощряют работу на своей территории тех компаний, которые готовы становиться посредниками в черном бизнесе между западными компаниями и Россией. При том, что западные компании зачастую в таких случаях, в общем-то, не понимают, кому и что они продают, потому что создаются различные фирмы-посредники на территории Турции, Сингапура, Китая. На первый взгляд, ничем не примечательные конторы покупают какие-нибудь американские микросхемы, продают их в Россию. Так что вот так нужно воспринимать вот этот инцидент с этим вот шаром, да, в контексте всего происходящего. Впрочем, Китай продолжает настаивать на своем, вот он даже уволил главу метеорологической службы из-за вот этой истории. Говорят, что, скорее всего, тем самым власти КНР хотят снизить напряженность и продемонстрировать, что нет, такие это именно метеорологическое оборудование и что мы здесь ни при чем. С другой стороны, можно только догадаться, а чем там на самом деле занимается и метеорологическая служба в целом у Китая, и вот этот глава этой метеорологической службы. Потому что не исключено, что занимаются они отнюдь не только прогнозированием погоды, но и некоторых других моментов. Ну, например, изучением того, а не испортится ли погода в случае, если Китай начнет напрямую угрожать Соединенным Штатам. И каковы возможности, в том числе стратегические и ядерные возможности Соединенных Штатов по приструнению Китая. Спасибо, друзья. Подписывайтесь, а также ставьте лайки, вставляйте комментарии. Мы всегда смотрим ваши комментарии и по возможности отвечаем на них. Благодарю всех вас за поддержку, за добрые отзывы. И ваши отзывы, кстати, очень важны, потому что они в том числе помогают распространять наши видео в YouTube. Поддерживайте украинскую армию, а также наш канал, при желании, через те ресурсы, ссылки на которые найдете в описании к этому видео. PayPal, Patreon, банковский счет, Kiwi и прочее. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok